...на которой беседовали час, она нам ничего не могла посоветовать, что достаточно доставляла проблемы и расстраивала нас, потому что нам бы хотелось сделать то, что детям понравилось. Сами дети тоже были довольно-таки неорганизованы. Проводить классные часы и внеурочные занятия было тяжело, потому что, как я могу привести пример, у нас мальчик за первой партой он просто отказывался что-либо делать, он сидел и играл телефон. Даже после нескольких замечаний, не только студентов, проводящих уроков, но и учителей, и сидящих вокруг студентов, ничего не менялось. То есть это была проблема. Также, ну, дети, на самом деле, были очень хорошие, очень веселые, дружные. Они хотели с нами играть. После уроков мы устраивали им такие, как Арам Шим Шим, и вот так вот на улице развлекали их. Плюс нам удалось отвезти детей на елку. Тоже было очень интересно с ними пообщаться, посмотреть представления. Также мы столкнулись с проблемой проведения спортивных часов. Их проводили мы только в четвертых классах, так как они проходили на последних уроках. И дети были очень неорганизованы, абсолютно ничего не слушали. И даже люди с очень громким голосом не могли усмениваться. Они абсолютно, да, после всех уроков абсолютно все студенты были охрипшие. И дети не понимали правил, не слушали, начинали садиться на пол, делали какие-то свои упражнения. Учитель на них кричал, и в общем был бардак. Секундочку, можно? Дело в том, что вот тут вы должны были сделать и ночь. Так, если студенты пришли, пожалуйста, верхнюю одежду снимите, у нас не вокзал. Вы пришли на конференцию, на зачет. Можно? Секундочку. Давайте, пожалуйста, снимите отсуточку, прохождите видео с новым годом. Я думаю, что четвертый класс, ну вроде бы там выпускной, там все, дети должны как-то уже настроиться на взрослую жизнь, выворки не видно. Я пришла, я была просто в шоке от этих детей. Первое время они как-то, ну так, с походами к нам относились даже нейтрально, то есть им было без разницы. Есть мы, нет нас. А вот под конец, они просто, мы находим в класс, они просто в лицо нам говорят, это опять вы? Когда вы уже наконец уйдете? Я была просто в шоке от этих детей. Вы как не можете делать, по этим поводу? Вот, я хочу, наверное, рассказать. Мы проводили методику, вот Наталья Гибель, Ромаша нам давала, надо было определить уровень развития коллектива. И я с девочками разговаривала, проводила методику, они говорят, что это песчаная роспись, но на самом деле нет. Дети довольно дружные, чтобы кого-нибудь оскорбить, загнобить, обидеть, там сделает та же комната, там квадратца. Это они все, они дружные. А вот руководитель, она никакая. Она просто, она пассивная. У них вся работа в классе на крики основная. Да, она вроде бы что-то им скажет, а они вот чуть ли не в лицо ей плюют на это. И вот это был самый ужасный класс, это была... Учитель не был авторитетом. Абсолютно. Ни учитель, ни воспитатель, вот они две такие женщины, плавающие на школе, ничего не знают. Когда там было задание такое... Прочтение осуществляли уходы и присмотры, можно так сказать. Да, вот там, что в лаге практики, было такое задание, нужно было обсудить документацию воспитателей КПД. Я к ней подхожу, говорю, Татьяна Сергеевна, так и так, можно ли вашу документацию? Она мне показывает одну маленькую тетрадочку, и говорит, все. Мы подошли к другому учительнице, она вот такую папу еще достает, и говорит, вот моя документация воспитателя КПД. Я такая, вау. И на самом деле просто... Речь-то отличается, тетрадочка, 12 листов, и добра... Ее сейчас не провести нельзя, ее просто нет. Да чтобы мы с тобой пошли, где-нибудь провели эту беседу, это нужно... Я не знаю, мы в плане... Мы ждали, чтобы провести ее. Потом у вас не остались, перед вами что нам надо, и все. Очень странная школа. Вообще, много людей, которые некомпетентные. Да, вроде бы так плохо. Но это как-то человек, потому что у человека даже не слышно с одной инструкцией, когда он просто ее не выполняет. Это уже о чем-то говорится. И когда... На контроле, так скажем, над выполнением, над соблюдением, над над обязанностью. Вот и в принципе мы должны были еще как-то смотреть классные часы или урочные мероприятия, которые проводят воспитателей, не было ни одного, ни в одном классе. Нигде, вообще даже не раз. В прошлом году девочки смотрели, 42-я группа, они смотрели, были открытые классные часы. Вот. В этом году ими. И еще, когда мы выходили гулять с детьми, у нас три наши воспитательницы, они сидят на лавочке, разговаривают между собой, спиной к детям. Что там делают дети? И вообще вот... Дети там всем занимаются. Они кидали бабушки на деревья, снимали. И мне казалось, что дети снова начнут кидаться грязь. Самое опасное, это, как раз и травма опасна, это прагубка. Это первое. Больше 9-90% травм сейчас в случае, которые случаются во время прагубки. Вот. Даже я считаю, что школа так себе, у учителя так себе и все вообще было так себе. Не все учители. Я не пессинист. Я реалист. Итак, мы проходили практику в школе в 7-5-6, там же, где проходили концентрировано. Фотографий очень много, и презентация мы показывали на сцене, но она получилась, а ведь такая же. Поэтому сейчас не будем. Показывайте, я так. Зачем вы это сделали? Зачем? Вот. Мы не наблюдали, ничего долго мы должны были проводить и оценивать наше времяпрепровождение. То есть, если говорить о самой практике, то эта практика была легче, чем практика, которая была на втором курсе, чем практика, которая концентрирована. Потому что здесь... Солодкова, пожалуйста. Девушки, пожалуйста, внимательно. Потому что все школы разные, и взгляд на изнутри на эти школы всех по-разному. Матик, я вас очень прошу, прекратите видеосновку. Я вам не давала свое согласие на съемку моего лица. Сделали все на 4, да, были такие-то ошибки. Возможно, конечно, это не 5, но реально для первого раза проведения физкультуры, которой нас никто не учил, и мы вот так вот взяли и за недельку подготовили конспекты, провели. И учитель сказал... Да, и учитель сказал, молодцы, девчонки, вы этого умеете? Я говорю, нет, первый раз делаем. И куратор говорит... Ну, наш куратор, по совместительству методист, выслушав все мнения, ставит нам 3-3, и говорит, ну, я понял, мнение класса, и всей группой уходит. Необъективно. Не спорь, не спорь, оценка была не объективная, все бунтуют, все кричат, это было действительно проблемно, потому что следующие мероприятия оценивались так же жестко, и мы не понимали, что надо сделать, чтобы получить 4. То есть нету четких критериев, по которым вас... Критериев не было четких вообще, то есть нам высказывали наши ошибки, кто-то исправлялся, и все равно это было 3, и говорили девочке, но если вот то, что мы делаем, это 3, то что 5? То есть это добиться было очень сложно. Ой, все, я не буду, я пошла. Ну все, раз критиковали, все управляли. Это действительно так, и в принципе, если бы мы могли критиковать вчителей, мы бы ей напомнили, как на прогулке, когда мы играли с детьми, она стояла и следила, как мы играем, сначала говорила, полшла по телефону, и Вадику велика. Да Вадик, хорош внимательно, тебе объясни.